Отвечает Минздрав. В областном ведомстве прошла горячая телефонная линия для саратовских медиков. На вопросы врачей отвечал министр здравоохранения Олег Костин. В основном они касались оплаты труда работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Жанна, расскажи, а много поступило звонков? За час на горячую линию позвонили около 70 человек. И как сообщил министр, больше всего люди интересовались тем, какие им положены выплаты и как их можно получить. В основном звонки носили анонимный характер, но были и конкретные обращения. Когда медработники называли имена, фамилии и рассказывали о своих ущемленных правах. По каждому из них будет проведена проверка. Главное, это наша сейчас работа, не найти виновных, не найти обиженных, а довести все, что положено по этому закону, до каждого медицинского работника. И создать, более того, мы пошли дальше. Есть работники, которые не были включены по этим указам в состав, но имеют непосредственно тесный контакт с такими больными, напряженный труд. Например, сантехник мог в этих же технёмных условиях, в этой же форме, в этом же месте менять трубу по три, по суткам, как это было. Я считаю, что такой человек тоже должен получить вознаграждение. Также министр отметил, что несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, в области продолжается реализация национального проекта здравоохранения. Для больниц региона закупают новые оборудования, в том числе современные томографы, УЗИ и рентгеновские аппараты. Продолжается оснащение лабораторий и врачебных передвижных кабинетов. Не останавливается и строительство будущих больниц, одна из которых, онкодиспансер, станет одной из самых крупных в области. Великолепный, я бы сказал, храм. Это здравоохранение, онкологический центр. Полностью работают машины, люди. Я думаю, этот проект не будет сорван ни в коем мере. Редактор субтитров А.Семкин